В зале нет свободных мест. Желающих поступить в медицинские учебные заведения много, но почти каждого волнует вопрос. Чего ждать после обучения? Какие перспективы у работников этой сферы? У нас будет серьезное оборудование, аппаратура. Значит, мы будем, как вы говорите, наблюдая за нами, вынкурировать, как вы учиться будете. Значит, вы будете приходить к нам на практику. Мы постараемся и во всех вопросах вам помогать однозначно. В основном после Нижнекамского медицинского колледжа лишь небольшой процент студентов идут работать по специальности. И буквально единицы поступают в медицинские вузы, в то время как городские больницы нуждаются во врачах. Хотим поднять рейки, скажем, в своей больнице, интерес к врачебной деятельности, и чтобы люди, наши выпускники, в школу поступили и обратно вернулись в наше учреждение. Потому что очень трудно нам получается набрать специалистов. Я уже здесь говорил, мы ездим и в Ижевск, и в Уфу, и в Самару, в Астрахань, в Ашкала, в Киров. Ездим и набираем врачей и специалистов. Ну, достаточный голод в врачах-специалистах по всей России. В последние годы бюджетные места в медицинских университетах сократили по причине того, что многие бюджетники уходили после первого или второго курсов, либо же не справлялись и были отчислены. В связи с этим опытные врачи призывают понимать профессию, которую они собираются изучить. Я призываю, на самом деле, в начале прийти в практическую сеть, потому что многие по узкой специальности, отучившиеся, получив протонатуру образования, потом разочаровываются в этой специальности. Для привлечения врачей в Нижнекамск разрабатываются новые программы. Например, наемное жилье для приехавших в город специалистов наполовину будет оплачиваться из районного бюджета. Только в прошлом году в Нижнекамск приехали 37 молодых специалистов, в том числе и из других регионов. И еще много других программ, привлекательных для молодых людей. О них как раз и рассказали на фестивале «Ангелы в белых халатах». Некоторые из пришедших твердо решили, медицина – это то направление, где они будут себя чувствовать спокойно. Мероприятие так-то полезное. Я узнал то, что не мог узнать бы, например, через интернет, например, оттяживаться в целевых направлениях. Многие вопросы очень интересные, презентации, которые показали. Довольно-таки полезные. Почаще бы такие проводили. Мне очень понравилось. Это для меня было очень полезно. Я узнала, как, ну, буду я поступать или нет в этот институт. И, ну, в общем, узнала много полезного. Алмаз Кашаев, Рафаир Акипов, Новости НТР.